Здравствуйте, с вами сегодня Галина. Сегодня будем готовить довольно простой и быстрый салат под названием Виноградинка. Поехали! Берём наше куриное мяско, творное, грудка, филе, какое хотите, у меня в данном случае филе. Начинаем резать его произвольно, или рвать ручками, или режем произвольно, как хотите. Как всегда, довольно так мелко, сильно крупно тоже не надо, потому что я натерла, это сравнительно мелко. Значит, постараемся нарезать наше мясо тоже мелко. Так, всю стороночку начинаем резать. Можно руками рвать на волокна, но я режу. Дорезаем наш последний кусочек мяска. Так, сейчас дарежем его. Нарезаем пластиками, потом... Опа! Так, режем. Листенько. Даруночку убираем. Вот так вот. Вот так вот. Все, дорезали мы наше мяско. Насыпаем тарелочку нашу. Отставляем. Берем соль, маленько присаливаем. Маленько присалили. Отставляем. Берем майонез. Берите любой майонез, какой хотите. Маленько мы его подавим хорошо. Вот так мы его хорошо продавили, потому что мятка много. Мятка эта суховатая. И начинаем перемешивать наше мяско. Перемешиваем. Вот так перемешиваем. Хорошо, хорошо. Легонько. К ложечкой перемешиваем. Вот так вот. Перемешали. Теперь берем наше блюдо, где мы будем выкладывать слоями салатик наш. Выкладываем нижний слой, и у нас пойдет мяско с майонезом. Вот так. Мы его оставляем в сторону. И начинаем мы его разминать. Вот так разминаем. Разминаем, разминаем. Хорошо, маленько еще подровняли его. Слой наш. Вот такой получился у нас нижний слой. Теперь берем... Теперь берем наши яйца. Яйца наши берем. Не, берем сыр. Берем сыр. Но берем твердый сыр, твердых сортов. И желательно бы, конечно, он был твердый. Потому что мягкий он нет, а твердый он будет. Лучше и натираем. Натираем на средней терочке такой. Ну, можно на мелкой. Кто любит на мелкой. И начинаем посыпать сверху. Следующий слой вот у нас сырный получается. Так. Сыпем и раздравниваем. Насыпаем. И раздравниваем. Так вот. Побольше сыру. Побольше сырку. Что у нас будет? Так, сырок. Можно ручкой так маленько раздравнивать. Высыпаем весь наш сыр натертый. Так, отставляем чашечку в сторону. И начинаем аккуратненько раздравнивать. Вот так. Можно придавить его. Можно ручкой. Вот так вот. Отпределяем по нашему блюду. Вот это всё. Теперь мы берём майонез наш. Так, солить мы его не будем. Он золёный у нас приталивает. И наш майонез. У нас ровненький был. Так же берём маленько раз-раз-раз-раз майонезиком. Пух-пух. Вот так вот. И маленько раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. так теперь берем наши грецкие орешки ну грецкие орешки я их потолкаю их сильно не надо такую пыль толочь такие кусочки сравнительно небольшие чтобы ощущались они на зубах и начинаем сверху посыпать следующий слой у нас грецкие орешки так посыпаем также маленько разравниваем их посыпаем посыпаем так вот просыпаем и разравниваем чего страшного что там упало посыпали и подравниваем опять же вот так вот свой получился орешков редких подровняли следующий у нас слой идет это наши яйца яйца отварные я их потерла на мелкой терочке кто любит на средний кто хочет можете резать и вот так начинаем мы обсыпать так обсыпаем нежненько красиво и сыпем все ничего страшного если будет у нас обсыпаться ничего страшного потом майонеза малинчика подровняем это все так следующий ну хватит нам яйца 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 так вставляем в сторону малинечко я кстати капельку присолю возьму прямо совсем буквально 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 совсем маленько так теперь опять начинаем майонезить теперь уже вот так вот снизу берем хорошо хорошо вот так вот так вот так вот обливаем обливаем так вот сейчас поменечко обливаем выдавливаем последние крохи так берем еще у нас пачечка есть еще открываем и мы видим то что у нас такой красивый вот так вот побольше слойки не жалейте ну что раздравнивать будем все начинаем раздравнивать так вот раздравниваем берем захватываем наш низ так раздравниваем аккуратненько яйца за ложкой бегут за наши не надо бежать за ложкой так аккуратненько снизу вверх так вот снизу вверх вот так вот и пошло и поехало так аккуратненько вот так ах ты елбало так раздравниваем так красиво раздравниваем чтобы он у нас опа чтобы пропитался ну что ж ты у нас майонез то ну вот так аккуратненько и продолжим опа ты куда плывешь надо плать вот так он сейчас пропитается майонезом будет хорошо он сейчас пока свежий он как ниточка за иголочкой за майонезом идет и вот так вот аккуратненько аккуратненько чтобы наши вот так снизу вверх вот такая красотень у нас получается аккуратненько промазали вот так вот у нас как получилось вот так получилось у нас отставляем в сторонку берем нашу досточку опять же это протьем сейчас мы все это чтобы у нас титенько было берем досточку с ножичком в стороночку берем наш виноградик можно конечно виноградик взять ну такой продолговатый или дамские пальчики но я такого не нашла не увидела просто я беру обыкновенный красный виноград каждую виноградинку так разрезаем мы так убираем напополам разрезаем и убираем косточки если есть он с косточками вот так и начинаем резать каждую виноградинку убираем убираем косточку косточка убираем мы ее он хороший тверденький но с косточками сладкий так убираем вот так вот покрупнее тут у нас сначала выберем вот так виноградик сейчас я покажу вам как обкладывать его вот так ну начинаем теперь обкладывать наши виноградинки берем он в центру и начинаем по кругу обкладывать вот так вот обкладываем каждый рядочек вот так вот берем поменьше где у нас поменьше ну вот поехали следующий рядок так полностью обкладывать будем нашими виноградинками салатик наш красивый вкусный будет салатик в первых он долго не делается он быстрый довольно быстро в приготовлении и все так быстренько его раз малиночка придавливаем ничего страшного и вот так поехали следующий слой кружок наш и таким же образом обкладываем мы весь наш салатик ну все наш салат виноградинка готов конечно желательно его сейчас поставить в холодильник чтобы он маленько подмерз чтобы был держался это все виноградинки наши не плыли ну все готово пока пока мои дорогие до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч